Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Багыт». Тема нашей сегодняшней передачи – работа Ассоциаций предпринимателей и промышленников Жизказганского региона. У нас сегодня в гостях исполнительный директор Ассоциации предпринимателей и промышленников Жизказганского региона Жаманов Думан Абдимонапович. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, какие первоочередные цели и задачи вашей Ассоциации? Как вы знаете, Ассоциация предпринимателей и промышленников Жизказганского региона была создана по инициативе председателя правления корпорации «Казахмыс» Ага Едварда Викторовича в 2011 году. У нас, получается, в этом году с вами разный юбилей. Три года будет в ноябре этого года. Изначально задача стояла именно поддержка местных компаний, именно субъектов малого и среднего бизнеса. Потому что глава государства с вами задача именно диверсификации экономики моногородов и кооперация «Казахмыс» как социально ответственная компания взяла на себя, можно сказать, эту задачу. Хотя есть много государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, но в Жизказганском регионе именно благодаря кооперации «Казахмыс» эта программа, можно сказать, реализуется. Также кооперация «Казахмыс» в свое время выступила инициатором, вообще разработкой в целом программы диверсификации моногородов именно в плане развития малого и среднего бизнеса. И данный опыт, я думаю, что можно уже использовать в других городах. Я немножко расскажу о нашей, наверное, работе. В целом, изначально задача ставилась именно поддержать все компании малого и среднего бизнеса в плане обеспечения заказами за счет средств кооперации «Казахмыс» в плане обеспечения сбыта продукции. То есть, непосредственно, конечно, наши компании работали на рынке и кооперации, но с созданием ассоциации эта работа была усилена. Мы начали уже изучать как бы систему закупа кооперации «Казахмыс», где мы недорабатываем, где, как бы, может, где-то, ну, как бизнес друг друга и не понимали, но в плане работы ассоциации, в плане взаимодействия, мы все эти вопросы уже, можно сказать, отрегулировали. Сейчас, когда в ассоциацию входит более 55 компаний, приведу такую цифру. Допустим, если за 13-й год объем закупа у субъектов малого и среднего бизнеса в Жизгазганском регионе, да, именно у участников ассоциации составил 11 миллиардов тенге, то за полугодие этого года у нас объем закупа составил 8,5 миллиардов тенге. То есть, ощутимый рост в этом плане есть. Динамика все-таки ощущается. Динамика положительная, да. Где-то в год на миллиард, на два миллиарда тенге у нас есть постоянный рост. Плюс, в связи с последними изменениями закона о недропользовании, в плане осуществления закупок у компаний-недропользователей, есть очень много таких привилегий, можно сказать, для компаний, зарегистрированных в моногородах. Если, допустим, данный вопрос до конца проработается, возможно, те компании-производители, которые имеют сертификат СТКЗ, могут обеспечивать поставки, минуя те же торги, которые официально должны проходить по закона о недропользовании. Есть такое понятие, как закупок из одного источника. То есть, все компании, которые регистрированы в Жизгазгане, в Сатпаеве, в моногородах, они имеют такое преимущество при выходе на рынок корпорации «Казахмыс». Также проводится совместная постоянная работа изучения системы закупок корпорации «Казахмыс». И те критические какие-то моменты мы стараемся выявлять в ходе совместной работы и с пониманием с торговым домом корпорации «Казахмыс», со всеми службами. И сейчас, допустим, проводится такая работа, чтобы вокруг корпорации «Казахмыс» были образованы такие сервисные услуги, крупные сервисные услуги, как корпорация «Казахмыс», как добывающая компания, как бы по идее должна заниматься только добычей непосредственно. Во все социальные услуги тот же сервис мог осуществлять тот же малый и средний бизнес, оказание сервисных услуг. К чему это приведет? Во-первых, мы, конечно, создаем новые рабочие места. Компании, те же малые компании будут наращивать собой объемы, будут переходить на другой уровень, как уже средние компании. Плюс после определенного опыта обслуживания, оказания сервиса, можно говорить об организации производства. То есть, когда компании четко понимают, что нужно, допустим, той же корпорации «Казахмыс» в плане сервиса, могут наладить ей совместные проекты, реализовываться с корпорацией «Казахмыс». Этот опыт тоже имеется. Та же компания, допустим, «Ютария ЛТД», которая в свое время начинала со швейного цеха, сейчас является крупной компанией, можно сказать, которая реализует крупные проекты. Значит, с такими компаниями вы ведете совместную работу, да? А какие еще компании у нас в «Ютарии ЛТД»? является тоже одним из прорывных проектов в регионе, да? Он включен в карту индустриализации. Второй проект – ТО «Кастих фильтров», выпуск воздушных фильтров. Сейчас компания наладила выпуск уже где-то 50 наименований, как бы, но это не предел тоже. То есть, еще есть объемы для того, чтобы выйти на проектную мощность. Тоже корпорация обеспечивает заказами, постоянный закуп идет непосредственно. Третий проект – это строительство теплицы, тоже проект реализован, тоже участник Ассоциации предприятий и промышленности, компания «ЦНГ Групп». То есть, все проекты, которые реализуются в Казахстанской регионе, конечно, связаны с кооперацией «Казахмыс», они и поддерживаются. Плюс сейчас, допустим, кооперация даже где-то финансово поддерживает. То есть, допустим, вносится предоплата на год, на два года, потом идет погашение за счет доставок. Такая форма тоже кооперации существует. Также идет такая форма поддержки, как передача непрофильных активов, передача пустующих помещений, производственных помещений для организации производства. То есть, задача предпринимателя – заявить какой-то проект, обосновать его, привести расчет. Если это создаются новые рабочие места в Казахстанской регионе, и если интересны регионы, это интересны корпорации. Проект подобривается. Да, «Казахмыс» готов и поддержать, и финансово, и теми же активами в виде передачи помещений и так далее. А Ваша ассоциация проводит выездные работы? Ну, как бы, в планах есть, потому что мы, как бы, Жизказганский регион за три года практически, можно сказать, освоили, отработали. У нас два города, Жизказган, Садпаев, включая и Лутаусский район. Как бы, да, в планах есть и подключать Караганду, другие регионы, потому что все равно предложения поступают. Единственное, видите, у нас как бы ограничения есть по приему в ассоциации. Все компании, которые хотят вступать в ассоциацию, должны быть зарегистрированы юридически в Жизказгане или в Садпаеве. Ну, во-первых, я думаю, сейчас это, наоборот, для них в поддержку, потому что по программе вот как раз диверсификации многородов, компании, зарегистрированные в Жизказганском регионе, имеют приоритет уже перед другими компаниями. Ну, наша задача какая здесь стоит? Во-первых, это налоги, это не дополнительный административный барьер, да, это, наоборот, поддержка бизнеса, который приходит в наш регион. Тем более, как вы знаете, да, принята комплексная программа развития Жизказганского региона до 2020 года. Вложены очень большие средства, уже процесс, как говорится, пошел. Кооперация уже, уже проектом по переселению поселков Рудник занимается, уже мы там тоже активно участвуем. В свое время Эдуард Викторович обещал, что он генподряд будет замыкать на корпорации «Казахмаз». Так и получилось, сейчас все наши строительные компании будут там же работать по реализации комплексного плавного развития, как субподрядчики по строительным работам. Тоже это минимум на 5 лет работы. То есть вот этот переходной период, пока будет реализовываться комплексный план, должны, как говорится, продержаться. Я думаю, в дальнейшем уже с тем, что приспитывает того, что будут освоены вот эти залежные участки новые, о которых глава государства говорилась в ходе последнего приезда. И в плане того, что реализуется вот этот проект века «Железная дорога», я думаю, в течение 5 лет все у нас наладится. Главное, вот этот 5-летный период пережить. Задача такая стоит, честно говоря. Поддержка малого и среднего бизнеса Жизказганского региона. Это местная корпорация «Казахмаз». Ага, спасибо. А кто входит в состав Вашей ассоциации? Ну, на сегодняшний день это 55 компаний. Жизказганского, Садпаевского региона, Алтавского региона. Где-то из них 20 компаний – это компании-производители собственной продукции. По ним вообще вопросов нет. Корпорация у них закупает весь объем, который они производят. Корпорация напрямую закупает без всяких ограничений. Даже где-то если в цене корпорация идет на уступки. То есть мы понимаем, да, что выйти на проектную мощность, набрать обороты, какая-то цена должна быть. Ценовый коридор должен быть в начале этапа реализации проекта. Скажите, пожалуйста, какие созданные условия для предпринимателей Жизказганского региона? Как реализуется государственная программа «Дорожная карта бизнеса» в Вашем регионе? Ну, я должен, наверное, четко понимать, насколько сам бизнес готов участвовать в этих проектах. Элементарно, допустим, я с этим тоже сталкиваюсь. Любая бизнес-идея требует, допустим, облегчения в какую-то форму элементарную. Тот же бизнес-план написать, тот же источник финансированный найти. Заинтересовать того же инвестора, допустим, да, это все определенные этапы, процедуры, которые предприниматель должен пройти, прежде чем сам проект заявить. Так же? В этот проект должен не только он сам поверить, но и другие, те же участники проекта, другие там партнеры, инвесторы, банки и так далее. Поэтому уже с этого года непосредственно в городе Жасказгане, Садпаеве, открытые центры поддержки предпринимательства, всегда там обслуживают консультанты и по линии фонда ДОМО, по линии Национальной палаты предпринимателей. Я думаю, это как бы определенный этап пройдет и, я думаю, бизнес наладит свое участие в этих проектах. Пока, честно говоря, проектов мало. Мало, да? Да, видимо, недорабатывают. А какие-то конкурсы проводите, например, на бизнес-проекты? Ну, у нас есть, да, как бы проекты совместно фондом ЮСАИД, там грантовая поддержка, мы тоже участвуем, помогаем начинающему бизнесу. Допустим, сейчас корпорация заявила о необходимости поддержки тех же инвалидов, бывших работников корпорации Казахмыс. Мы понимаем, да, они социально защищены, получают компенсацию, да, за потери трудоспособных и так далее. Но люди все молодые, да, трудоспособные, в любом случае, да. Поэтому никогда заинтересовать, чтобы они тоже могли открыть свой бизнес. В этом плане мы тоже как бы сейчас будем прорабатывать тех же инвалидов, не только, наверное, корпорации Казахмыс, других инвалидов. Поддерживать, да. Да, поддерживать и грантовую поддержку оказывать. Вот такая тоже работа проводится. Вот вы сказали, что ведете совместную работу, основную работу с корпорацией Казахмыс, да? Да, основную работу. Ага, вот эта вот коллективная работа, насколько дает свои положительные вот нюансы? Ну, мы что поняли, у нас задача стоит одна, это чтобы малый и средний бизнес развивался, выходил на другие рынки, не только на рынок корпорации. Поэтому есть понимание, допустим, есть какие-то проблемные вопросы, элементарно это ассоциация, это уже рынок, диалог для взаимодействия, для обсуждения тех и этих проблем. Есть понимание, есть как бы диалог между ассоциацией и руководством корпорации Казахмыс. Ну, все мы проблемы практически решаем, можно сказать. Соответственно. Да, что касается сбыт, реализации, оказания финансов и поддержки, это все, в принципе, корпорации приветствуются, можно сказать. И вопрос в том, насколько сейчас бизнес готов дальше развиваться. Как корпорация говорит, давайте уже наладим партнерское отношение. И этап становления прошел, ассоциации, становление бизнеса. Теперь нужно реализовать уже другие проекты. Теперь мы тоже с этим говорим, давайте заявляйте проекты, мы поддержим. Вот вы сказали, что работаете с крупными компаниями, да, Ютарь, ЛТД, Кастехфильтр. Вот эти компании, они поставляют свою продукцию, например, по всему Казахстану, или это только в Жизгазганском регионе? Да, допустим, Виталий ЛТД сейчас реализует крупный проект уже в свободной экономической зоне Астана, ориентиром на экспо 2017 уже проект будет рассчитан. Та же компания Кастехфильтр тоже выходит на другие рынки, там у них действительно проектная мощность очень большая, есть куда расти. Поэтому тоже, да, рынки прорабатываются. Есть определенные цели. Да, есть цели, да, тем более с созданием таможенного союза уже как бы все вопросы, барьеры должны, я думаю, сниматься. Опять же вопрос, насколько бизнес сам созрел, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какая вот основная проблема развития малого и среднего бизнеса? Вот есть ли какие-то нюансы, есть ли какие-то минусы? Ну, сейчас мы понимаем, что все-таки основная проблема, это, видимо, кадры вопрос все-таки. Сейчас, потому что любой проект, там есть три составляющих, которые имеют значение для реализации проекта. Это стратегия самого проекта, да, финансовые источники и кадры, вот три составляющих. Сейчас, получается, государство финансовые все вопросы решает практически, да, по финансированию, по госпрограммам. Стратегия есть тоже определенное государство, но вопрос в том, какие кадровые бизнесы на самом деле. Сейчас надо действительно заниматься подготовкой кадров. Эта проблема на самом деле существует. Допустим, элементарно я же говорю, допустим, те же компании, которые вступают в ассоциацию, мы откровенно спрашиваем, что вы можете и что вы хотите. И, допустим, да, есть очень хорошие проекты, предложения, бизнесы, но, допустим, когда надо их доработать, довести до ума, реализовать, это все получается мы, на самом деле, крамотных менеджеров очень мало. Хочется все-таки, чтобы все было профессионально. Да, поэтому, потому что, допустим, та же корпорация «Казахмус» – это компания мирового уровня. Конечно. Допустим, когда ты заявляешь в проект элементарно, необходимо, чтобы те же руководители, менеджеры корпорации «Казахмус» правильно оценили, но для этого нужно на их языке написать, так же, эту программу, этот проект. Поэтому это уже вопрос к бизнесу. Надо думать, надо привлекать, я думаю. Программ разных много. Как вы думаете, какие перспективы уже с Казахмусского региона, именно вот вашего сектора? Ну, именно, если взять все с Казахмусский регион, раньше вопрос ставился, вот, невыгодно производить, потому что вывозить дорого. Сейчас, получается, вопрос снимается, да. Вопрос тупиковости транспортных узлов решается, да, строительство железной дороги в двух направлениях – северном, юго-западном направлении. Плюс поддержка корпорации «Казахмус». Все проекты, которые сейчас касаются, допустим, того же сервиса, корпорации «Казахмус» готовы поддержать. То есть, делается как? Отдается сервис, вместо сервиса должен отдаваться трудовой коллектив, то есть ресурсы, те же производственные помещения. Вопрос бизнеса – это все организовать, вывести на новый уровень, новый эффективный уровень. Поэтому здесь работы, честно говоря, очень много. Думаю, еще лет на пять нам работы хватит, минимум, чтобы пока это все выстроится, все заработать. Ну и в завершении расскажите, пожалуйста, о ваших планах, планах ассоциаций предпринимателей. Ну мы, с учетом того, что определенный этап становления ассоциаций прошел, сейчас ставится задача реализации уже других проектов, новых проектов, уже на основе партнерства корпорации «Казахмус». Потому что многие компании, как говорится, оправдали доверие кооперации «Казахмус», оказанное в свое время. Теперь они должны уже предлагать новые проекты, совершенно новые проекты, новые виды производства, организовывающие в Казахстанском регионе, и использовать те ресурсы, которые кооперация сейчас предлагает. Те же финансовые ресурсы, те же производственные площадки. Допустим, вопрос сейчас стоит, допустим, о те же элементарные вопросы подключения сетям. Мы понимаем, что «Казахмус» территориально нужно ограничить, честно говоря, по количеству населения он не растет. Тогда максимально использовать те производственные площадки, которые существуют в городе. Город все-таки промышленный также. Поэтому, допустим, если мы создали хотя бы сейчас 50-100 предприятий, малого и среднего бизнеса, где-то численность работников 150 человек, это минимум 5 тысяч рабочих мест новых. Мы ставим такую задачу сейчас. Должен создавать мелкий, малый и средний бизнес за счет организации новых производств. Если мы сможем создавать 5 тысяч рабочих мест, а эти 5 лет, это будет, я думаю, действительно результат нашей работы совместно. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был исполнительный директор Ассоциации предпринимателей и промышленников Жасказганского региона Жаманов Думанов Диман Абович. Огромное вам спасибо за уделенное время, за такой содержательный рассказ. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова